Мне стало обидно... Профессор математики, президент Казахской Академии Спорта и Туризма, историк-любитель, Кайрат Закирьянов нередкий гость в Туману Альбионе. Его страстные и даже революционные идеи по истории Казахстана и казахского народа уже несколько лет будоражат умы ученых-традиционалистов всего мира. Не исключение и последний труд, посвященный происхождению и деяниям великого и ужасного Чингисхана. На основе анализа многочисленных источников автор делает вывод, что знаменитый покоритель мира, сотрясатель вселенной, гений войны и власти, как именовали Чингисхана-современники, имел тюркское происхождение, да к тому же был не разрушителем и варваром по трактовке советской и западной историографии, а созидателем, внесшим огромный вклад в развитие человеческой цивилизации. Неудивительно, что сегодня лидер нации, президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев сформулировал вот эту глобальную идею манглик-ель. Наши предки были когда-то великим народом. Без великого прошлого невозможно достичь и великого будущего. Если мы ставим перед собой цель войти в тридцатку наиболее развитых стран мира, я считаю, это огромная задача. Но если мы будем знать, что наши предки достигали, еще гораздо более высоких, так сказать, достигали высот, то я думаю, потомкам этих великих намадов будет легче сегодня справиться вот с этой задачей и вывести Казахстан в семью цивилизованных народов всего мира. Историк и журналист Джон Манн – самый известный британский эксперт по Китаю и Монголии. Он автор бестселлера «Чингисхан. Жизнь, смерть и воскрешение». Говорит, что тюркская сага профессора Закирьянова вызывает у него большой интерес. Идеи профессора Закирьянова, конечно, спорные, но надо признать, что, по сути, они правильные и правдивые. Свои выводы он делает на основе реальных исторических фактов и источников. Хочу сказать, что я заинтригован на его работе. Бывший финансист, работавший когда-то и в Казахстане, а ныне исследователь и писатель, занимающийся изучением археологии и истории Центральной Азии, Роберт Уайт готовит к публикации свою первую англоязычную историю Казахстана. Я не мог себе представить, насколько древняя и интересная история у казахского народа. Книги профессора Закирьянова для меня во многом откровение. Он потратил на свои исследования более 10 лет и описал их в подробных деталях. Это очень ценно. Я думаю, тюркская сага заинтересует многих в Центральной Азии и здесь, в Британии. Ученых, бизнесменов, путешественников. На Западе еще очень мало подобной литературы. Надо сказать, что исследования профессора Закирьянова получили высокую оценку по всему миру. На презентации ему вручили благодарственные письма от Королевского географического сообщества Великобритании, библиотеке Конгресса США, Российской и Японской академии наук. А Монголия накануне присвоила ему почетное звание «Рыцаря Ордена Чингисхана». По словам мистера Уайта, в наш век красочных мультипликаций и облегченных сериалов писать фундаментальные труды, тем более идущие вразрез с устоявшимися верованиями, занятия неблагодарные. Но профессор Закирьянов – один из тех, кто живет, руководствуясь известной мудростью, приписываемой Платону – сократный друг, но истина дороже. Белла Кудайбергенова, Лондон, Великобритания.